добрый день с вами художественная школа импери пикчеры сегодня я покажу вам как нарисовать роллы скетч маркерами можете также нарисовать их акварелью или другими материалами мы начинаем берем простой карандаш и начинаем рисовать наши роллы с компоновки рисуем сначала два квадратика один побольше другой поменьше далее начинаем эти квадратики простраивать перспективе то есть добавляем такие скашиваем их стороны и делаем их под наклоном как будто бы они поднимаются в правую сторону вверх и в левую сторону тоже вверх то есть здесь можно было конечно с вами пообщаться про перспективу про точку схода линию горизонта но думаю это излишне постарайтесь просто повторить за мной то есть направление самих ролл если вас вам интересна тема перспективы то внизу по ссылке в описании вы найдете наше заочное обучение вы найдете множество других курсов заходите смотрите рекомендую вам очень академический рисунок мини курс в котором как раз таки вы узнаете все про перспективу ну или первый класс нашего заочного обучения после этого вам станет все понятно как простраивать данные изображения но а мы здесь не заморачиваемся на построение а просто рисуем наши роллы после того как вы нарисовали основу именно вот эти вот два параллелепипеда один побольше другой поменьше мы нарисовали в центре начиночку после чего на левом роли мы рисуем кружочками такие большие крупные икринки а с правой стороны мы просто делаем такую знаете немножко неровную текстуру по краям потому что здесь икра более мелкая и получается что всю ее мы прорисовывать не будем а просто будем делать небольшой такой неровный край также внутреннюю часть разделяем на несколько кусочков которые у нас потом будут разноцветные где-то будет сыр где-то будет авокадо где-то огурец то есть там уже все будем разбирать по цвету после того как наш рисунок готов мы берем черный линер и начинаем обводить все наши роллы аккуратненько обводим все изображение здесь смотрите по краю делаем немного неровную такую линию потому что все таки роллы они у нас собираются из риса а рис он принципе не может быть ровной поэтому немножко делаем такие неровные края это делается все специально разделяем внутренности вот смотрите вот я как раз сейчас веду край он такой прям немножко неровненький то есть рисуем там ровно обводим уже неровно вот такими волнами кривыми то же самое делаем с правым роллом здесь только эти волны будут у нас помельче то есть прям маленькие 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 и все должны быть такие хаотичные то есть творческом беспорядке не нужно делать их как забор одинаковыми потому что это икринки здесь у нас хаос в расположении так рисуем внутреннюю часть также разделяем ее на несколько кусочков на несколько частей вот так вот аккуратненько тоже линии неровные хорошо вот эту вот этот край который у нас разделяет параллелепипед мы делаем такими закулингами после этого мы начинаем вычищать наши роллы и избавляться от простого карандаша убираем все лишнее переходим к заливке и так 12 цвет это такой знаете алый цвет ярко красный теплый даже ближе к оранжевому этим цветом мы заливаем все икринки оставляя белый блик на каждой икринке то есть все икриночки одну к одной мы заливаем 12 цветом и с левой стороны оставляем небольшой такой блик блик это самое светлое место на предмете ну в данном случае на игре для того чтобы он у нас заблестел и икорочка была такая прям блестящая этим же цветом заливаю правую сторону или правую правый ролл и икру на этом роли прям полностью прохожу всю икорочку этим 12 цветом немножечко делаю тоненький краешек и низ тоже заливаем 12 цветом оставляя центр нетронутым этим же цветом я заливаю лосось в самой роли с левой стороны после чего берем 15 15 цвет это уже такой более красный и он более темный посмотрите я делаю собственную тень но при этом не до конца заливаю правую часть оставляя рефлекс от горизонтальной плоскости этим же цветом я прохожу тени на роллах точнее носить на лососи внутри роли и здесь же добавляю тени на нашу икру которая на роли поменьше 124 цвет такой салатовый цвет яркий делаем начинку в роллах далее 41 цвет также используется для начинки и для небольших теней 59 цвет зеленый продолжаем заливать начиночку оставляя небольшие светлые участки и 124 цвета 124 цветом делаем главный переход с 59 розовый цвет восьмерочка заливаем тунца в правом роли ну теперь с г-05 это такой бледно-бледно серый цвет даже больше белый делаем основу то есть заливаем все два ролла вместе где располагается рис далее с г-5 серый цвет достаточно светлый заливаем им левую часть ролла то сделаем как бы такую толщину также немножко проходим по правой стороне и подчеркиваем риск представляем что здесь идут рисинки и их как бы знаете обводим то же самое делаем с правым роллом делаем небольшую тень от икры и также добавляем текстуру по форме рисинок кое-где добавляю еще такие овальчики и полу овальчики чтобы получились рисовые зернышки наверное это самая сложная часть в рисовании роллов потому что здесь нам нужно постараться сделать текстуру этим же цветом накладываю 2 тон и получаем дополнительную текстуру акварельные маркеры на то не акварельные потому что любой слой немножко делается более таким темным по тону поэтому можем принципе за счет одного маркера сделать небольшой объем так этим же цветом добавляю падающую тень под роллами то есть прохожу пятым цветом далее 0 пятым цветом размываю краешек sg9 это самый темный цвет уже в нашей палитре он практически черный этим цветом делаем край то знаете вот эти водоросли как раз которыми нори нори водоросли нори которыми обматывают роллы вот мы создаем вот эту темную полосочку внутри этих водорослей и делаем падающую тень прям под роллами более темную за счет девятого цвета sg9 так и я взяла еще немножко посветлее цвет sg6 для того чтобы создать такой более плавный переход от девятого к шестому и в пятый добавляю падающую тень под икринки пятнадцатым цветом добавляю еще текстуру небольшую на икриночках на правом ролле буквально такие точечки добавляем посмотрите сразу как наша икра преобразилась sg5 добавляю дополнительные тени на икре теперь беру черный линер дорабатываю изображение делаю больше текстуры риса прям вот такие вот полосочки добавляем на сам ролл также убираем все белые дырочки которые нам не нужны выравниваем линии то есть корректируем наше изображение здесь вот где-то даже тоже можно рисинки прорисовать на правой части роли немножко добавляю текстуры на саму икру на маленьком роли вот аккуратненько так проходим прекрасно сереньким цветом чуть-чуть добавляем еще теней ну и теперь белая ручка берем белую ручку и дорабатываем наше изображение добавляем блики особенно на икре для того чтобы она заблестела стала прозрачной такой воздушной блестящей нам необходимо добавить много много бликов также на правом роли икриночки мелкие и мы здесь делаем такие точечки 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 на этой икре чтобы она также у нас заблестела на лососе добавляем белые такие прожилочки которые будут показывать нам текстуру рыбы вот буквально такие вот беленькие прожилочки добавляем прекрасно добавляем также белые полосочки на рисе точечки в темных местах все как я люблю смотрите как сразу приобрели про и преображаются наши роллы благодаря белой ручке не игнорируйте белую ручку используйте и постоянным так и мы забыли 43 цвет это темно-темно-зеленый нужно добавить самые темные места в начинку ролла вот я думаю что собственно и все теперь работа готова подписываем ее и присылайте мне в instagram империя picture онлайн с удовольствием посмотрю на то что у вас получилось и поделюсь другими нашими подписчиками но вы не забудьте поставить лайк подписаться на наш канал и оставить хороший добрый комментарий всем пока всем до новых встреч рисуйте вместе с нами